Итак, всем привет! И сегодня на обзоре нашумевшая дрипка IconRDA. Это совместный проект компании Wendy Vape, а также обзорщика Mike Vapes. Интересная дрипка славится своей комплектацией, довольно-таки неплохим качеством, но и стоимость начинается от 20 баксов на просторах интернета. Давайте рассмотрим ее максимально подробно. Поехали! Приехал, кстати, из магазина Сигабэ ко мне. Спасибо магазину. Ссылочка будет в описании. На коробке проверка на подлинность, небольшое описание, контактная информация, ссылочка на сайт производителя. В общем, вот такая вот прикольная коробка. Открываем, сразу видим щедрость производителя. В том плане, что мы имеем сразу три дриптипа. По сути, дриптип, который установлен в 810 и также два 810 в комплекте. Как видим, небольшие отличия в диаметре, и мне больше всего понравился вот этот самый узкий. Все они 810, безоринговые и садятся очень надежно. Очень плотно, сами по себе не вылетает. Вот такой вот зип-пакетик, запасная отвертка, запасные четыре шестигранных винтика, пин для режима склонка сквозной и также запасные оринги. Также радует переходничок под 510 дриптип, то есть очень такая вот универсальная дрипка, очень универсальная и интересная комплектация. Также вот такая небольшая инструкция в комплекте и здесь в конце на русском языке, хотя не совсем понимаю, что может быть здесь полезного. Без установленной намотки вес дрипки составляет 44 грамма ровно. Диаметр ровно 24 миллиметра. Высота видимой части 23,7 миллиметров и вот с этим узким дриптипом 33 миллиметра. И перейдем к конструктиву. Дриптипы, как я уже сказал, садятся очень надежно и проблем с ними нет. Как видите, снимается, потянулся дриптип, снимается вся верхняя регулировка. Регулировка имеет вот такую вот сферическую обработку и также по два вот таких вот отверстия возможен режим двух спиралей либо односпиральный режим. Также сверху имеется вот такая надпись Wendy Vape, ну и получается то, что регулировка не имеет насечек. Хотя вот этот A-Ring, я думаю, умышленно сделали таким более тоненьким и за счет чего данная регулировка, как мы видим, ходит очень даже легко. Можем открыть два отверстия в двухспиральном режиме, можем попробовать открыть всего лишь одно отверстие. Ну или, например, даже четверть или вот таким вот образом. Также в дрипке предусмотрен односпиральный режим, то есть с этой стороны у нас будет отверстие закрыто, с этой стороны будет открыто. И здесь все то же самое. Можем оставить всего лишь одно отверстие либо вот таким вот образом. Это дело отрегулировать. И дальше идет у нас боковая юбка, которая снимается, кстати, очень туговато. Вот эти нижние A-Ring очень тугие на самой базе с A-Ring. Забегая вперед в дрипке, я особых проблем не вижу. Все более-менее плотненько, но здесь, думаю, умышленно сделали для более легкой регулировки. Дальше идет боковая юбка по два отверстия с каждой стороны. Здесь название дрипки, здесь логотип. Изнутри обработка неплохая, но не идеальная. И вот такая вот матовая краска, прокрашена все более-менее равномерно, более-менее качественно. Дальше идет сама база очень интересная, две такие вот раздельные стойки. Глубокая ванночка влезает, что-то около полтора миллилитра жидкости. Ванночка не раздельная, как сейчас вошло у многих в моду делать ее раздельной. Здесь ванночка цельная. Отверстие для верхней ножки спиралей, также для нижней, то есть очень удобное крепление намотки. Достаточно большие отверстия. И вот такие вот винты по умолчанию установлены под крестовую отвертку. Винты очень хорошие. Пробовал зажимать большие фиши от Клэптона, никаких проблем с ним у меня не возникло. Также на нижней части название дрипочки, серийный номер, плюсовой пин замечательно выпирает вместе с изолятором. Можно использовать на механических модах с гибридным коннектором. Винт под крестовую отвертку, который удерживает минусовую стойку. Стойки очень надежно закреплены, не шатаются, не болтаются. Вот такая вот намотка у меня классическая. Обычный классический Fused Клэптон, который использую на 120 ваттах. На количество витков не смотрите, оно здесь небольшое, но сама проволочка здесь используется достаточно толстенькая. Fused Клэптон Я отмечу такой момент, когда дрипку застаешь из коробки, понимаешь то, что весьма такая тяжеленькая, увесистая. Ну то есть производитель не пожалел металла. Выполнена она из нержавейки. Ну и могу сказать, в целом достаточно прикольно получилось, достаточно качественно. Это касается винтов, которые под крестовую отвертку и подгона рингов и то, как стойки исполнены. В общем, очень неплохая. Да и в целом обработка весьма неплохая, хотя кто-то жаловался вот здесь вот на обработку. Ну вот в этой версии вот эти места, они просто закрашены. Также и на фиолетовой. Отмечу такой момент, мне понравилось в этой дрипке вот в прямом смысле все, кроме вкуса передачи. Если мы оставляем вот эти два отверстия открытыми в слишком легкой затяжкой, нужно вот как по мне выставлять очень высокую мощность. С одним отверстием все равно больше стола требуется очень легкая затяжка, пар получается жиденьким. Вкуса передачи меня здесь, к сожалению, не впечатлило, ну никак. Больше мне по душе дрипки с нижним обдувом, с более тугими затяжками, та же Lash Plus, ну или если возьмем боковой обдув, та же Petri с одним отверстием. Больше особо придраться не к чему, хотя вот винты, которые в комплекте под шестигранник, я думаю, долго не продержатся. Долго не продержатся. В остальном, эта дрипка меня удивила качество на уровне дорогих оригиналов, которые когда-то мне довелось попробовать. И также я могу отметить те моменты, о которых я сказал, приятные стойки, комплектация, продуманный обдув, глубокая ванночка. Покупать или нет, я думаю, так, если больше интересует навал, больше интересует какой-то полет фантазий, эксперименты с намотками, за 20 баксов, я думаю, стоит. Я думаю, стоит, если больше интересует вкус на каких-то простых намотках, на небольших тонких там клэптонах, фьюзат клэптонах, лучше присмотреться к каким-то более вкусовым дрипкам, с нижним обдувом и с более тугой затяжкой. На этом, друзья, у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.